Всем привет! Вы на канале Безикатиквин. И сегодня мы едем к оленям и кабанам. Да, мы решили поехать покормить животных. У нас есть такое интересное место здесь, в лесу. Да? Там живут олени и кабанчики. И мы их часто ездим кормить зимой. Но сейчас, конечно, у нас не зима. Ну, почему-то сегодня опять зима. Да, сегодня почему-то опять зима. Должна быть уже весна, а не зима. Машина только что... Вся, короче говоря, запотела, потому что вы только что сели, и она еще не прогрелась. За бортом у нас минус... Я тут играю с лизуном. Минус 5 градусов. А Катя у нас чем занимается? Я с лизуном играюсь. Вот у вас питание. Вот тут у вас питание есть. Купили хлеб, они любят хлеб есть. Да. Хотя иногда покупаем морковку и капусту. Что у меня такого там есть? Вот такой у нас 3 марта. Никого нет. Мы приехали кабанчиков. Мы приехали кабанчиков кормить. Да, и оленя. А оленя с рогами. Да, хорошо, что мы самые первые приехали кормить. Кормить. У нас сильно шатает. Я живу, если что, с собой зайчик. Раскакивай. О, побежали, побежали. Вон такие тучи огромные. Вот такое вот загадочное место, где живут кабанчики и олени все вместе. Территория очень огромная. Несколько гектар. Вся огороженная. Просто так сюда не попасть. О, сейчас набегут кабанчики. О, бегут, бегут, бегут. Мой красавец. О, пришел папа. Папа пришел. Папа-олень пришел, да. Катя такой большой-большой кусок отдала. Теперь как он его будет есть? Бросай по маленькому кусочку, Катя. Чтоб всем доставалось. Смотри, смотри, как они едят вместе. Оголодали. Что-то перестали сюда ездить, кормить. Ага. Да? Да. Отрывай кусочками и бросай. Вон, видишь, кружок. Все забрал. Смотри, какой огромный олень. Какие рога у него огромные. Поэтому я ему побольше куска даю. Красавец. А кабанчики почему-то сегодня стеснительные все на заднем плане. Все есть хотят, короче говоря, голодали. Там маленький еще. Катюш, корми его, смотри, он просит у тебя. Интересное место. Таких сытых оленей, наверное, нигде не увидишь, как здесь. Все приезжают их и кормят. У нас же сегодня воскресенье и никого нет. Странно. Да, сегодня на удивление мы первые оказались. Народ еще спит. И пока единственные. Поэтому все голодные, все прибежали, все хотят... Дайте кусочек. О, хороший. Вот какая. Вот красота. Какие красивые. Следующий батон пошел. Такими темпами у нас сейчас все батоны закончились. Давай, отложим. Мусор сюда весь складываем. Олененок, смотрите, какой малюсенький, малюсенький пришел, самый маленький. Да мы такой хитрый все, весь кусок уточил. Да сейчас приедет народ, покормит их. Красавцы. Маленького покормила Катя. Папа папу кормит. Да, бережно берется. Да. Папа. Что же, наши кабанчики-то там скучают. Да уж. Скучают. Большого кабана нет у них, видимо. Да, да, да. Чтобы его куда-то закрыли. Закрыли. Поэтому они, видишь? Видать, провинился. Капа, это кого? Капа. Капа. Капа, как он сделал. Как он сделал. Без русских. Посмотри, он там на своих аккуратно, да, этими рогами, чтобы не задеться. Аккуратно, аккуратно. А там, когда подбегают кабанчики, он прям резко начинает рогами. Эх, мои друганы-кабанчики, что-то на заднем плане. Сегодня ютятся. Можно погладить его. Хорош. Ну, по-нах тоже можно погладить. Да. Мам, дай-ка скотч. Мам, дай-ка скотч. Мам. Мам. Так вот лаживай. Тихонечко. Хороший. Тихонечко, да? Давай, иди кормить. Тихонечко, давай здесь движись, это скользко. Ну, что у нас хлебушек заканчивается, пойдем на ватрушки покатаешься. Да. Вот мы сегодня сделали такое небольшое доброе дело. Покормили животных. Небольшое и маленькое доброе дело. Что еще? Давайте позавтра лучше к вам еще приедем. Как будто он понял, да? Ага, да, он понял и все побежали. Капуста моих на коже. Да, капуста и на коже. А теперь котов на матрушке. Ура! Так, ну вот мы приехали. Теперь мы исследуем еще одну новую горку. Катя будет сама снимать. Держи, Катюш. Сейчас мы поедем. Там кай посильнее. И поехали, поехали, поехали. Фу, какие трамплины. И приехали. Где там наша мама? Вон она, мама наша. Вон наша с дочкой. Ну вот, еще один заход. Похоже, понравилось. Папа у нас тренируется. Готовится к забегам на дальней дистанции. Заход дубль два. Кто кого выгуливает? Кто кого выгуливает, не знаю. Отличная горка. Супер тренировка для папы. Счастье для Кати. Та-да. А теперь я прокачусь. Вот мама решила с Катей теперь тоже прокатиться. Глядя на папу. Посмотрим, что у них получится. Собака какая-то волнуется. Тоже, наверное, хочет на ватрушке кататься. Понеслась. Так, надо прятаться. А то снесут, ведь? Снесут. Так, мама врубила тут тормоза. Понеслась. Папа, не жбейте. Ну что, приехали? Давайте укладываемся. Поехали домой пить чай. Наша прогулка так подошла к окончанию. И мы сейчас едем домой греться. Пить чай. И болить ноги. Я вам напоминаю, вы на канале Безик и Дехнин. Пошли домой. Успела? Успела. А помнишь, мы находили такой листик, который, когда тишина, берешь такой листик специальный, я не помню, как она называется, хлопаешь, и там образуется дырочка. А, это папа такой тебе фокус сделал, да, с листиком. Будут листочки, покажем такой фокус с листиком. Папа у нас выдумщик. Даже когда ветер есть, так хоп, я дырочка обращу вы. Тут железо, а там внутри деградное. Я слышу там тикало, тикало. Тикало, тикало. Наш конь железный скучает. Лиза, привет! Лиза, привет! Мы тебя сейчас поймаем. Мы снимаем видео. Видя. Мы видео снимаем, мы видео снимаем. Наши волшебные дамы сделали вот такую вкусную пиццу, которую мы сейчас будем ставить в духовку, кушать, а потом наслаждаться. Наша пицца готова. И сейчас мы будем доставать вкусняшку. Первая готова. Трещит, шипит, как пахнет. Даже немножко убежала. И вторая. Красотень. Вкуснятина. Сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Катя будет кушать. И все, кто кушает с Катей, всем тоже очень приятного аппетита. Катя кормит свою любимицу Пусю Петрушкой. Приятного вам аппетита. Пуся, вам нравится ваша петрушка? Похоже, нравится. Да. Это девочка. А мальчик Маня, он вклеет и сидит скучает, бабушка. Но иногда надо поскучать. Ой, нравится. Болтает. Разболталась. Эй, Лена, такая болтушка. От такой болтушки закрываем ушки. Приятного вам аппетита, девушка. Жуйте, 33 живка. Какая болтушка. Вот мы уже дома. Подготовили Кате ведро с теплой горяченькой водичкой. Сейчас Катя попарит ножки. Катя включает бомбочки. Катя включает свой любимый мультик, который не досмотрела. Май Литл Пони. Май Литл Пони она хочет посмотреть. Смотрит Май Литл Пони и опускает ножки. Катюшенька опускает ножки. Вот, прям водичку опускает ножки. Сейчас будем парить ножки. Чтобы все было хорошо, нужно прогреть хорошо ножки. Чтобы Катюша у нас оставалась здоровой и сильной, и крепкой. Да, Катюш? Катя любит ножки парить. Да. Покажи, какие у тебя там бомбочки. Сейчас это подкрою. Мы уже использовали тут две. Да. Вот, раз, два. Две розовенькие бомбочки она уже использовала. Шипучая соль. Ей нравится, как она шипит. Говоричка становится розовой. И приятный такой на вкус. На вкус. На запах. Ну что, опускай. Если поближе, я вам его покажу. Вот он. Вот он, вот. Зашипел, зашипел. Такой смешной. Смешной. Отлично. Ну вот. Сейчас. Сейчас Катя попарит ножки. А папа тем временем у нас. Собирается печь блинчики. Сделает блинчики. Сделает блинчики. Катя попарит ножки, а потом покушаем блинчики и будем ложиться отдыхать. Да, Катюш? Они у тебя такие красивые. Они похожи на... Божья коровка. На божью коровку. Блины божья коровка. Блины божьей коровки. Блины божья коровка. Класс. Папа у нас волшебник. Волшебник. У нас такая традиция. Папа по выходным, ну, может быть, не каждый выходной, но очень часто в свой выходной, в воскресенье или в субботу, жарит нам блинчики. И радует нас своими блинчиками. Они получаются самые вкусные. Папины блинчики. Да. Скромничает папа. На самом деле, он получает, наверное, огромное удовольствие, когда радует нас. Конечно. Я же радую своих любимых. Да, наш папа замечательный. Вау, какие пушистенькие. Какие пушистенькие. И какие такие они все в шариках. У нас старшая дочь умеет перекидывать блины. Ну, старшая дочь у нас, она же учится у нас. А папа пока только вот так. Я не волшебник, я только учусь. Да. Замечательные, вкусные блинчики. А аромат какой. Сейчас папа надо в блинчики, будем пить чай. И ложиться уже отдыхать. Да. Так, сейчас у нас будет мастер-класс. Переворачивание калинчиков. Я пыталась. Ну что, я заканчиваю блины. Все. Кастрюлька пустая. Заключительные блины. Сейчас мы его аккуратненько перевернем. Как-то вот так вот у нас получилось. Сейчас он у нас испиликался. И блины мы на сегодня закончили. Осталось только насладиться им. Чтобы наслаждаться, мы позовем нашу Катюшу и старшую дочку. Будем наслаждаться. Вот такая порция для семьи из четырех не очень голодных людей. Я считаю, достаточно будет. Блинчики свежие надо кушать на самом деле. Они свежие и вкусные. Вот такая кучка получилась. Блинчиков. Почему у меня так мало чая? Сейчас папа нальет кипяточек. Наш насыщенный день на сегодня подошел к окончанию. Сейчас мы отведаем этих вкусных блинчиков. Умоемся. Почистим зубки. И будем укладываться отдыхать. Ставь лайк. Подписывайся на мой канал. И жмите на колокольчики. Всем пока! Вы были на канале Бритик и Тиквин. Всем пока! 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 Дорогие друзья, добрый вечер. Все, кто нас смотрит и всем, кому мы нравимся. Для вас есть очень интересная информация. Для кого-то она будет важная. Наше видео, которое мы загрузили сегодня, следуй за мной, пришлось удалить. На ютубе пришло предупреждение о том, что мы использовали в своем видео с восьми минут в трех местах авторскую песню нашего отечественного исполнителя. И нам пришло предупреждение о том, что мы используем авторский контент. И предложили нам, соответственно, удалить это видео, либо его откорректировать, то есть оно будет просто без звука. Дело в том, что в нашем видео музыка играла на заднем плане, практически из радио. И ребенок просто под нее-то потанцевал. Мы говорили, еще какие-то там вставки, я ему резал это видео. В итоге получается, что даже если у вас играет на заднем фоне музыка, не стоит ваше видео выкладывать на канал. Будьте внимательны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!